В игре растения против зомби 2 есть бесконечные режимы. Они есть в каждом мире, а также есть бесконечный вызовой. В каждой локации после прохождения определенного уровня открывается бесконечный режим. Как они работают? Изначально у вас есть только горохострел, подсолнух и орех. В ледниковом периоде еще дают горячую картошку, а на пляже кувшинку. Перед началом вам дают выбор из трех карт с растениями, которые вы приобрели. Можно открыть еще четвертую карту, но уже за монеты. Вы выбираете одну карту и начинаете раунд. Вы получаете растения таким методом после каждого раунда. С каждым раундом сложность повышается, зато у вас становится больше новых растений для выбора. Ну как новых? По сути старых, но изначально здесь у вас их нет. В чем же заключается повышение сложности? С каждым раундом становится все больше волны зомби. В первых раундах в основном одна волна, но чем дальше, чем больше шанс на 2, 3 и даже 4 волны. В раунде. И на каком-нибудь 50 раунде почти со стопроцентным шансом будет 4 волны. И в середине раунда уже будет огромная толпа разных зомби. Развиваетесь вы с нуля в начале каждого раунда, так что бесконечно выживать вряд ли получится. Специально для этого видео я решил попробовать повыживать в одном из таких бесконечных режимов. Результат получился таким. В самом начале я выбрал каменные колючки. В первых раундах я их использовал вместе с горохострелами, потом стал использовать вдобавок к этому дракона, а затем чертополох. Первые раунды были очень легкие. Зомби, который бесил меня больше всего в этом прохождении, это толкатель глыб. Он постоянно давил мои орехи, а я не успевал растапливать его глыбы. Постепенно я сформировал свою постоянную тактику прохождения этого бесконечного режима. Тактика такова. Ряд двойных подсолнухов, несколько ледяных арбузопульт, оборона из орехов и обогревающие растения. Вначале я использовал для этой цели дракончиков. Затем я получил огненный пень и стал использовать его для этой цели, потому что он не мог сбить заморозку арбузопульты. А еще в случае прорыва обороны он будет сдерживать зомби за счет своей повышенной прочности, а после уничтожения будет наносить урон всем зомби на линии. А все остальное я засаживал чертополохами. В начале каждого раунда я использовал 2-3 подкормки на двойной подсолнух и накапливал все 4 для следующего раунда. Если солнца становилось слишком много, заменял подсолнухи на ледяные арбузопульты. Перед 10 раундом мне предложили за место одного растения солнечный бонус. Он прибавляет в начале данного уровня 200 солнц. Я выбрал именно это. И еще я помню, что если у тебя потрачена хотя бы одна газонокосилка, то тебе за место одного растения могут предложить восстановить ее. Короче, первые 10 раундов были легкие. А на 11-м произошло вот это. Это, кстати, я даже в своем телеграм-канале показал. Если что, ссылка в описании. На самом деле, это просто так растение заспавнилось в раунде. В раундах постоянно появляются уже замороженные растения. Здесь так появилась вишня. Хотя это странно. Раунды с 11-го по 15-й, я бы сказал, были средней сложности. А в 18-м раунде я вместо ореха случайно взял обычный подсолнух. Поэтому сложность сильно выросла. Но я все равно справился. В 20-м раунде зомби было уже очень много. Но, видимо, недостаточно для того, чтобы я потерял хоть одну газонокосилку. Я осилил 20 раундов без потерь газонокосилок. И на этом я решил остановиться. Что насчет бесконечного вазобоя? Тут также с каждым раундом становится сложнее. Есть вазы, в которых может быть и растение, и зомби. Есть вазы, в которых бывают только растения. А есть вазы, в которых находится гаргантюа. В каждом раунде есть такая ваза. Но примерно после 10-го раунда таких ваз становится 2. И, как я понимаю, со временем станет 3. И чем дальше, тем больше. Из некоторых ваз можно получить солнышки. Если накопите 150 солнышек, то в критический момент можете использовать вишневую бомбу. И вроде как с новыми раундами становится больше зомби с ведром. Ради этого видео проходить бесконечный вазобой я не хочу. Тем более, чтобы его открыть, нужно пройти все остальные вазобои. А на этом аккаунте они у меня не пройдены. Насколько я помню, мой рекорд чуть больше 10. Какой я хочу подвести итог. Бесконечный вазобой здесь похож на вазобой из первой части. Если честно, мне он не особо нравится. А все остальные бесконечные режимы мне нравятся. Только я бы еще хотел, чтобы добавили бесконечное выживание, как в первой части. В общем, я надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, получайте удовольствие от жизни. Всем пока-пока.